всем привет рада видеть вас на канале колыбель искусства тема сегодняшнего видео урока не спешите выбрасывать что это значит наверняка у каждого из вас встречаются дома вот такие вещи например упаковка из-под ягод часто упаковывают ягоды на рынках магазинах такие короба и я хочу вам показать как с помощью чуть ли не подручных материалов те которые тоже материалы есть в каждом практически доме можно этот короб привести в порядок и подарить ему вторую жизнь и вполне себе использовать в быту для какого-либо хранения приступим прежде чем я начну этот видео урок хочу вам напомнить что на канале колыбель искусства стартовал очередной конкурс розыгрыш в нем разыгрываются прекрасные докупажные карты каждый из вас то есть пять человек получит по 10 великолепного качества докупажных карт для того чтобы принять участие в конкурсе вы должны быть подписаны на канал колыбель искусства в телеграме ютюбе также активно оставлять свои комментарии под видео с коробом мы предыдущее видео было где приделывала короб вот под этим видео пожалуйста активно оставляйте свои комментарии и тогда обязательно вы станете победителями этого великолепного конкурса ну и конечно же оставляйте свои лайки потому что это помогает развиваться мне и моему каналу ну и переходим к видео уроку так в самом начале что я буду делать как вы видите здесь есть да такие дыры как-то все как эти крепежи скажем так назовем это да все это выглядывает и надо это все закрыть для этого чтобы это закрыть быстро не прилагая каких-либо усилий не тратя сильно много материала потому что но я считаю что сюда не стоит сильно уж много вкладывать материала да и не позволит сама сам материал из которого сделан этот короб сильно с ним накладывать пасты шпатлевки как-то с ним долго работать все должно быть по минимуму поэтому я беру вот такую салфетку которая тоже наверняка есть каждом доме но в всяком случае продается в практически в любом магазине хозяйственном и не только она у меня осталась одна все остальные уже скажем так и не пригодны для использования одна тоже никуда не годится поэтому я ее буду использовать в этих целях почему долго рассказываю опять-таки чтобы вы понимали где это можно брать и что можно использовать беру двусторонний скотч и клею поверхности короба сейчас уберу все лишнее с помощью ножниц все здорово донышко у нас закрыты если вы боитесь что скотч там как-то не очень надежные материалы можете еще там пройти клеем да где-то по краям я считаю что он вполне справится тем более мы еще будем дорабатывать боковинки и там еще чуть-чуть все это дело будет закрепляться закреплено до более серьезно поэтому я считаю что для этих целей в этом случае скотч вполне себе справится своей задачей вы смотрите по своему усмотрению боитесь пройдитесь еще клеем серединкой я поступлю точно так же так но снаружи и внутри у меня готова и сейчас я возьму коврик для формирования суши по моему этого предназначается деревянный может быть у вас что-то другое есть наподобие клей по дереву и буду оклеивать боковинки надеюсь вам видно как это все происходит здесь в принципе ничего особенного да просто вот закрываем этим ковриком боковиночки надо подержать какое-то время или зафиксировать чем-то чтобы он хорошо схватился и так большие боковиночки уже готовы все приклеилось дальше я буду работать с углами с углами что надо сделать я возьму такой же коврик и буду так закрывать углы я буду использовать скотч скотч потому что в рамках видео урока слишком долго времени уходит на то чтобы фиксировать и держать клей по дереву вы дома вполне себе можете использовать клей по дереву пожалуйста он для этого предназначен хорошо с ним работать но долго надо уделять внимание всем этапам чтобы он схватился и держался ну и в первую очередь клею скотч и потом буду украшать украшать таким же ковриком так ну вот внешние уголки готовы перехожу к этим боковинкам которые поменьше и так я приклеила оклеила скажем тогда все боковинки сейчас такая получается история после того как все сделала у меня остались здесь такие пустоты да на уголках пустоты образовались чтобы их закрыть из остатков здесь я подрезала да эту соломенную дорожку и остались у меня небольшие кусочки я их просто сюда буду сейчас закладывать я их вырезала уже такой формы как мне необходимо буду закладывать и подклеивать чтобы полностью закрыть и у меня там ничего не не болталась не гуляла приступаю беру клей клей пыва строительный просто туда заливаю и закладываю скажем так эти палочки небольшие может быть у вас какая-то другая идея возникнет для этих целей делитесь пожалуйста мне будет очень интересно узнать что бы вы сделали как бы вы поступили на этом месте чтобы убрать эти пустоты и все выглядело аккуратно периодически добавляю клея немного немного закрою боковинки теми же остатками после того как высохнуть с помощью ножниц лишнее можно совершенно спокойно убрать так далее я взяла вот такую палочку разобрала коврик мне нужна была такая плоская палочка и сделала уголочки ну как это делать не буду показывать достаточно просто ножницами вырезайте у каждого своя форма нужны не нужны тут в зависимости от того какая у вас задумка мне они показались необходимыми здесь и я просто демонстрирую вам чтобы вы понимали видели из чего и как я их делала и с обычной такой палочки из которую я достала из коврика который мне уже не нужен таким образом закрою такое завершение до всей этой истории будет так все оставляем чтобы хорошо клей высох и дальше будем продолжать работать так клей у меня высох как видите все убрала лишнее и далее мне надо закрыть вот эти спилы да они красивая чтобы работа выглядела аккуратно для этого я возьму глину сейчас ее разомну прикладываю приклад прикладываю приглаживаю пальцами чтобы закрыть все неровности также беру тот же клей поднимаю наношу смотрю все ли мне нравится все ли выглядит так как мне бы хотелось и сейчас смотрите у меня на донышке салфетка она чем-то мне напоминает листики поэтому я возьму молд вы можете если у вас нет молда ну любой материал который сделает оттиск у вас в принципе может быть и дно покрыто да любой салфеткой которая не напоминает листья цветок там или какой-то еще орнамент поэтому там какой-то любой жесткой жестким предметом который может вам оставить оттиск вы вполне можете воспользоваться для этих целей и вот так вот буду как-то оставлять не сильно на какой-то части видите немножко такие прожилки получаются напоминающие лист все и оставляю так высыхать таким же образом я сейчас поступлю и с оставшимися поверхностями итак после того как у вас высохла эта глина да которой вы закрывали верхушки я беру краску меловую или мраморную как она сейчас называется использую я краски дарьи гейлер они мне очень нравятся они очень хорошего качества люблю именно работать и буду покрывать все боковинки с помощью краски кисточка влажная обязательно так первый слой темный у меня высох сейчас я возьму более насыщенный оттенок в случае это будет зеленый цвет и полусухой кистью пройдусь по поверхности вот таким образом просто добавлю немного цвета так я нанесла отдельными участками по моему усмотрению немного полусухой кистью зеленую краску сейчас надо всю эту историю защитить после того как краски высохли защитить либо лак использовать либо воск можно воск и лак то есть вот этот воск жидкий он в принципе дружит с лаком можно сочетать воск высох например потом еще для того чтобы быть более уверенным в том что будет защищена поверхность тем более если вы будете использовать ее на кухне можно воспользоваться еще и лаком не обязательно но вполне возможно я беру воск у меня цвет шоколад и немножко его буду наносить много не надо таким образом с помощью мягкой ткани он и цвет уравновесит скажем так чтобы он не такой яркий был благодаря тому что у меня воск шоколад еще добавить такую оттенка успокоит немного цвет и защитит поверхность очень классный помощник этот воск в таких вопросах делах часто его использую очень довольна его качеством если вы хотите приобрести у вас еще нет такого материала пожалуйста приобретайте я рекомендую сто процентов мне очень нравится и качество его помощь во многих работах на и дорогие подошел к завершению этот видео урок в результате получился такой классный стильный короб для хранения например фруктов делитесь пожалуйста в комментариях как вам такое преображение будете ли вы дарить вторую жизнь предметам которые давно хотели выбросить или нет будете ли вы использовать такую технику или нет ну в общем любыми комментариями делитесь пожалуйста мне это безумно интересно и приятно всегда их читать и общаться с вами безусловно также я напоминаю что на канале колыбель искусства и проходит данный момент конкурс у вас еще есть до 23 числа включительно время в нем принять участие для того чтобы стать участником розыгрыша вы должны быть подписаны на канал колыбель искусства телеграме youtube оставлять активно свои комментарии под видео с переделкой короба вы увидите там написано конкурс да оставляйте там свои комментарии оставляйте свои лайки это помогает развиваться мне и моему каналу но на сегодня я буду с вами прощаться всего вам доброго до новых встреч давайте творить вместе до новых встреч до новых встреч и давайте творить вместе субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok